Итак, глава Эмор. Это Левит, 21 глава с начала главы, значит, 22, 23 и 24 главу, 23 стих. Гавтора и Хескель, 44 глава с 15 по 31 стих. Помним, что мы разбираем, продолжаем разбирать, какую тему? Святое и не святое, да? Вот, чистое и нечистое. И мы продолжаем тему святости. Сказал Бог, обращаясь к Маше. Скажи. Эмор – это такое твердое, грубое такое выражение. Просто скажи, да? Таамор будет употреблен. А Эмор – это то же самое, как лех, леха и так далее. Скажи. Это никаких не может быть сомнений, можно сказать или нельзя сказать, да? Скажи приказ. Кагенам, сынам Ааронам, никто из них, да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего. Дальше дается исключение. Видите, осквернение, прикосновение к умершим. Мы говорили, что умершие, да? Что делает мертвое? Оскверняет. Оскверняет. Все, какое прикосновение к мертвому, к мертвости является осквернением. И здесь эта глава как бы состоит из трех частей. Чистота священников, и в частности первого священника. Второе, видите, святость и не святость, а будничные праздники и даты еврейского календаря. Это 23 глава. А 24 глава – это тема святости переносного храма. Говорится о святости субботы, о миноре, хлеб на шурхане. И заканчивается она такой вот сценой, когда один человек начал проклинать. И чем это для него закончилось? То есть проклятие – это что? Это тоже мертвость, мертвые слова, которые мешают святости нашей. Видите, живые и мертвые можно так озаглавить. «Будьте святы, говорит Господь». И значительная часть приведенных в Торе законов, если рассматривать их в совокупности, есть ничто иное, как практическое руководство по превращению нашей повседневной жизни в жизнь святую. Это святость, мы говорили. Не то, что вот мы вышли из этой жизни, где-то стали святыми, пришли к Господу, и Он нас принял. Но святость – это процесс. И этот процесс сколько времени продолжается? Всю жизнь. А после смерти? Уже с чем пришли, тем и пришли. Дается, знаешь, экзамен, тест, и перед сдачей он не подлежит. Перед сдачей он не подлежит. Но большинство религий, видите, они были направлены не на живое, а на что? А на мертвое. В особенности некоторые древние религии, в частности египетская религия, по существу, вся жизнь строилась вокруг смерти. Помните, как говорил герой фильма «Земля Санникова»? Говорит, человек без могилы – это не человек. Правда? То есть с самого своего рождения начали готовить себе могилу. Кто побогаче? Мастаба – это тоже чем-то похожее на пирамиду. И позднее в пещерах стали это делать. То есть какие-то захоронения, ну, как сказать, братская пирамида, не братская могила, да, называлась Мастаба. Кто? В зависимости по средствам. А некоторые люди даже устраивали мумии своим кошкам, домашним животным. И когда начались раскопки в XIX веке, то этих мумий-кошек собиралось столько, что ими топили паровозы, ими топили пароходы, потому что эти мумии хорошо просушенные были и хорошо горели. Миллионы, миллионы мумий. Кошек, мумиями кошек. Мумиями кошек топили паровозы, топили пароходы. Их тонны набиралось, да. То есть все делалось ради того, чтобы на тот свет попасть в приличном состоянии. И когда египтянин умирал, сразу же приходили жрецы. И видите, они даже названы врачами, если вы заметили. Когда говорится о мумифицировании, кого? Единственный еврей был мумифицирован, это кто? Йосип, да. Они названы там врачами. Поэтому если слово врачи употребляется в Библии, вы должны понять, что когда слово врачи, говорится не только о тех врачах, которые лечат, но и о определенных служителях культа. И если какой-то там из царей Израиля взыскал врачей, то это не значит, что нельзя обращаться к врачам, да. Он взыскал идолу, рефьим. Но так как я отогласовывал, то получается, вроде как он взыскал врачей. И вот эти люди, которые служили смерти, они доставляли усопшего, покойнику клали определенное место, его мумифицировали, выдерживали в рассоле, в крепком вине для того, чтобы было дефицирующее все. Затем заворачивали льняные одежды, в гробницу клали одежду, посуду, оружие и разные принадлежавшие вещи. В эпоху первой династии, когда умирал фараон, то убивали его рабов, которых хоронили рядом с Ластелином, так как предполагалось, что они продолжат служить ему в загробном мире. В дальнейшем от такого массового убийства рабов отказались, их стали заменять льняными статуэтками в виде работников, которые выполняли определенные работы. Нечто похожее было и в Китае. Однажды нашли могилу какого-то императора, и там оказалась целая армия. Несколько тысяч глиняных солдат в натуральную величину. Причем интересно, что каждый был сделан индивидуально, не похожий на других. В общем, вы видите, и жрецы тут участвовали, и различные художники тут участвовали. Помните, как когда отказались от единичества в Ефесе? Это была целая категория людей, которые потеряли свой бизнес. А так вот, представьте себе, сколько тысяч людей работали на эту смерть. Обслуживали, так сказать, мертвые похоронные услуги. То есть это была наиболее такая широко распространенная профессия в Египте. Целый бизнес смерти. Однако в Торе ничего вообще не сказано о том, что нужно делать, особенно после смерти человека. В течение ближайшего времени, до захода солнца, человек должен быть похоронен. То есть, в принципе, нет запрета на мумифицирование, но евреи не производят. И только одного сказано будет, что его не примет земля, и не примет небо, и будет он лежать десятки лет в гробнице. Похоже, что это про Ленина сказано. Помните? У пророка, да. Да. Этот человек про образ, видите, антихристов. Возможно, Ленин. Возможно, это произойдет даже и с антихристом. Хорошо. И вы знаете, что труп, даже любой труп, даже, кажется, что и святого человека, да, он обладает определенной притягательной активностью для демонов. Для демонов. Не знаю, почему, но так получается. И поэтому никогда не целуйте мертвых. Да, в ваши уста может войти дух смерти. И ни в коем случае не целуйте ни мощи, ни все это и далопоклонство, это самое махровое далопоклонство. Я вам скажу, я не против православия, да? На православии нужно от многих вещей отказаться, для того, чтобы... Действительно, в православии есть очень много хорошего, но есть и плохие вещи, безусловно. Конечно. И так, значит, скверно исходит от любого трупа. И я лично не верю, что, ну, вот такой случай был, что там воскресли от костей, да? Но это обидный единственный описан случай, и то я не знаю, честно говоря, по какой причине. Помните? Да, когда в могилу кого-то... Елисея, да? Да. Положили кого-то там, он воскрес, да. Да, ну вот, упал и воскрес. Не знаю, почему могила Елисея и в чем Елисея обладал Собин. Ну, по крайней мере, я не советую вам заниматься такими вот мощами. Хорошо. Вот. И, конечно, забота об умершем и достойном погребении, это правильно, потому что мертвые, они тоже живы у Господа, да? И когда мы заботимся о могилах своих родителей, мы не должны просто делать идолопоклонство. И мы не должны понимать, что в этой могиле находится наш родитель, да? Потому что где он находится? Там, да? И он не может сюда прийти и посоветовать нам что-то. Потому что некоторые, да, вот, я одну женщину знал, которой несколько лет приходил ее умерший муж, и она совершала даже с ним сексуальные связи было. Она лично сама мне рассказывала. Вот. Ну, я просто не буду говорить, кто. Женщина пожилая. Женщина пожилая. Нужно было специальное молитву и разрешение, чтобы от этого отказалась. Но это, но это действительно факт, что есть инкубы и суккубы. Но это не есть умерший муж или умершая жена или кто-то из родственников, да? Поэтому тоже не совещайтесь, не советуйтесь с умершим. Есть в еврейской традиции специальные люди, которые совершают, да, мед-митсва, то есть митсва смерти, они помогают привести умершего в порядок, омовение совершить, одеть в савон, да, и похоронить. Но это определенные люди. А вот когенам и священникам, значит, и в особенности первосвященников, да, запрещалось любое прикосновение к умершему. Только в случае близких, близких родственников. Вы помните, что даже Авраам, этот Аарон не мог оплакивать своих умерших сыновей, да, а должен был в тот день продолжать служение. Кстати, это показывает нам, что как бы тяжело нам не было, да, но мы должны продолжать служить Богу. И люди, которые занимаются специальными вопросами захоронения, называются хевра-кадиша, то есть святое общество, святое братство. Но это не профессиональные служители смерти, да, это просто люди, которые понимают суровую жизненную реальность и никому из нас не избежать смерти. Но Каген не играет никакой жреческой роли. Вот православные, там отпевания, мертвого, да, можно и отпевать мертвого, но в хадиш произносят кто? Да, кто участвует, да, но Каген, запомните, и Равен, это совершенно разные вещи. Каген это священник, который обладает определенной святостью. Равеном может быть любой и Каген, и Никаген, и функции Равена может любой из нас выполнять, если он достаточно знает Тору, да. Вот, без Равена можно осуществлять жениху? Можно. Можно. Вот без кольца нельзя, без двух свидетелей нельзя, без жениха нельзя, без невесты нельзя. А, да, вот, сегодня утром я включил интернет и там посмотрел, 11-летняя невеста родила ребенка в день свадьбы. Я, правда, не смотрел, откуда эта невеста, но, наверное, откуда-то с Азии или с Индии. А может, уже и у нас такие есть. Да, вот, пожалуйста, такие вещи. Так вот, без Равена можно. Без Равена можно. А вот без кольца нельзя. Видите? Потому что Равен – это не священник. Запомните, где-то в тесте всегда будет Равен – не священник. Это учитель. Равен – учитель. То Равен может считать кадиш, да? Но Каген он не идет на кладбище за исключением, если близкие родственники. Сестра, муж, э, муж. Простите меня. Ну, у некоторых равен уже и мужья есть, если это равен женщине, так что ничего страшного. А у некоторых равен и мужчин уже есть мужья, так что тоже. жена, близкие родственники, мать, отец, сестра и так далее там написано. И видите, есть определенные уровни святости, да? Есть определенный уровень святости для истраильтян, есть определенный уровень святости для левитов, да? Есть определенный уровень святости для священника и самый высший уровень святости у кого? У первого священника. У первого священника. Хорошо. И И Тора говорит, что через Моисея вы будете царством Кагенов и святым народом. Поэтому некоторые вещи, касающиеся святости священников, евреи берут добровольно на себя. Но в данном случае здесь говорится точно о роли, вот например, видите, если дочь священника становилась проституткой. Что делаю я вообще с проститутками в Израиле? А кто их взял? Где написано, что проститутки боевали камнями? А тогда говорится о женщине, изменившей своему мужу, да? Были проститутки, и проституция в Израиле была всегда. Проституция в Израиле была всегда, и даже есть законы, защищающие проституток. Но если проституткой становилась дочь Кагена, то что делаю? Побивали ее камнями. Я говорю, если дочка Кагена, а если простой израильтянин, там уже вопрос ставился по-другому. Там уже конкретно о разных случаях. Хорошо. И когда говорится об этом, то Тора не просто говорит, да, Ло-Та-Се, но это нельзя делать. Не делать ни в коем случае. Значит, видите, жениться по любви не может ни один король. Хорошее правило. А кто женился по любви из наших царей? Миша Романов первый. Миша Романов. Он женился по любви. Прямо история как золушки. Как золушки. Когда Миша стал царем, выбрали его отец, он был Романов-кошкин. Потому что был такой Роман-кошка. У него был сын Федор Романов. А сын Федора Романова, Михаил Федорович, который стал царем. И вот этот Федор, который потом стал филаретом, он сватывал своему сыну. Потому что царь, он не должен быть неженатый, да? Невесту сделали. Большую вот такую вот, а ну-ка, девушки, конкурс. И вот Миша ходил по дворцу, по двору дворца и увидел одну девушку. Но это была не девушка, участвующая в конкурсе. Это была прислужница этой девушки, которая участвовала в конкурсе. И он сказал, что только на ней я женюсь. Только на ней. И больше ни на ком. Ну, ах, какой же был скандал. Но все-таки Миша Романов настоял на своем. И после свататься к девушке. Направили целую делегацию, значит, к отцу этой девушки. Отец этой девушки, ветеран Ливонской войны. Одна нога, другая деревяшка, в общем. Короче, и у него один-единственный крепостной пашет на валах. И тут приезжает целая делегация из царского дворца. Свататься. А девушка, это было в услужении, как мы говорили, у одной знатной девицы-дворянки. И потом эта девица-дворянка, ее мать упали в ноги перед ней и просили, и умоляли. Да, чтобы она их простила. Вот такая-то интересная история. Но, как правило, мы знаем, что... Вот, например, был такой Константин. Помните, из-за чего произошла весь царь-бор? Это восстание декабристов было. Начали присягать Константину, да? Кто был Константин? Брат Александра Первого, да? Александр Первый умер при загадочных обстоятельствах, потому что у него жена лечилась где-то здесь на водах. По всей видимости, подсхватила свиной грипп. Он приехал к ней, тоже заразился и умер. Да, и его повезли обратно в Петербург в закрытом гробу, так как привезли в закрытом гробу, не знает. Либо это связано было с инфекцией, либо это, возможно, какое-то было убийство, потому что на него было 11 покушений перед этим, на царя. И должен был стать царь Константин. Но Константин еще заранее отказался от престола. Это был очень такой... Во-первых, он был страшно физически сильный человек. Он участвовал в ходе Суворова. И когда однажды свалилась пушка, вот во время перехода через Альпу, он схватил эту пушку за колесо и удержал. Он был, кстати, изобретателем. Он был офицером-артиллеристом. Он был изобретателем. У него несколько было изобретений. В общем, очень такой умный, неглупый человек. И вы знаете, если бы не Николай I Палкин, а был бы Константин, может быть, история пошла по-другому. Но он женился на польской актрисе. Во-первых, актриса, во-вторых, полячка. Помните, тогда проблема была с Польшей. И получилось, что он отрекся от престола. Его поставили. Либо ты будешь наследником, да? После Николая. Либо ты вообще никогда не будешь иметь возможности занять престол. Он подписал об отречении. И поэтому он не смог стать царем. Видите? Но быть или не быть царем зависит от нас. Потому что Тора запрещает Кагену брак, например, с разведенной женщиной. На вдове можно, но нельзя на разведенной. А первому священнику нельзя жениться даже что? На вдове. Даже на вдове. Это серьезно. А вот если сильная любовь? И надо решать, да? Либо ты сохраняешь свое Кагенство, либо ты уже теряешь. И твои дети уже не будут Кагенами. То есть думайте сами. Решайте сами, да? Иметь или не иметь. Да, но я имею в виду, если жидился на разведенной, да? Каген, извини, что за разведенной. Его дети уже не могли быть Кагенами. Хотя они и были Кагановичами. В 17 веке известный философ Джон Локк, полемизируясь с своим соотечественником, Томасом Гоббсом, изрек фразу, ставшую крылатой, «Твоя свобода заканчивается в дюйме от кончика носа соседа». То есть чем мы ограничены? Мы ограничены отношениями друг с другом, да? И хотя мы свободны во всем, но мы должны своей свободой, да, тоже иногда поступаться в определенных случаях ради других людей. И вот святость как раз подразумевает ограничение. Поэтому освящение и посвящение – это одно, да? Меккодеш. Меккодеш – посвященный. Если мы посвящаемся, то что мы делаем? Мы отделяемся от всего остального, что не является для нас святым. В телепередаче «Знатоки» однажды ведущий задает вопрос. Дорогие «Знатоки», ровно через одну минуту вам предстоит дать ответ на наболевший вопрос. В чем разница между роялем и унитазом? Ну, это я в плечо одного еврейского современного равенна. Далее следует бурное обсуждение версий и контрверсий. Рояль черный, унитаз белый. Нет, не годится. Бывают белые рояли. Разница в цене. Рояль гораздо дороже. Тоже не подойдет. Может сделать золотой унитаз. О, идея. Разница в диапазоне и качестве бука. Ответ готов. Разница в звуке. Но правильный ответ – разница между роялем и унитазом. Предназначение. Помните? Я говорил уже о святых предметах. А унитаз относится к категории, которая называется шойтер. Безенкюбель. Если у вас есть говорящие наиды, пусть они вам переведут. Итак, хочешь хорошего предназначения – будь чистым. Будь чистым. Мы даже видим, что были три уровня вот такой святости среди учеников. У него было 70 учеников, да? Но из них были почему-то выбраны 12 более освященных. Не в том смысле, что они были более чистые или более умные, да? Но почему-то тем Иешуа не открывал всех при мудрости, да? А со своими близкими говорил, да. А из всех были выбраны только три человека, которые поднялись на гору и видели святость Иешуа. Правда? То есть это очень интересно. Это не потому, что одни лучше, а другие хуже. У каждого свое призвание и свое предназначение. И насколько будем святы, от этого будет зависеть то, как будет Бог использовать нас. Вот. Однажды была проповедь, по-моему, Александр Швенович что-то говорил о сосудах, а жена моя сидит рядом. Вот сосуды, 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 что-то о хорошей чашке, хорошей чашке. Она мне говорит, ну хорошо, вот ты чашка, а кто я? Я говорю, а ты блюдечки. Правда? Чашка без блюдечка. Чашка на блюдечке. И блюдечка уже такая стоит прочная. Она более широкая, и у нее сверху больше благодати льется. Чашку меньше благодати льется, но она больше способна вместить. И то, и то необходимо каждому по-своему. Хорошо. Итак, мы видим, что святость еще зависит от того, как мы выполняем заповеди. Как мы заповеди выполняем. И еще одна из заповедей, это, как сказать, любовь ко всему живому. Вот Ваекра, 22 глава, 28 стих. Говорит, быка и барана не режьте в один день потомством его. Вроде бы такая маленькая заповедь. И конкретно, да, о чем-то. Рамбам говорит, нельзя забивать его и детеныша в один день. Нужно быть очень внимательным и не убивать детеныша на глазах матери. Ибо велика боль животных. Нет никакой разницы между болью человека и болью животных. Ибо любовь матери и жалость к рожденному ею исходит не от ума, а от силы рождения свойственны большинству животных, как и человеку. Это написано в книге Марана Вахим. То есть, видите, заповедь любви, она распространяется не только на людей, да, но и на животных. Нужно любить все творение. И хотя мы любим Бога, да, в человеке, который Он создал, а животное не создано по образу и подобию Божьему, поэтому животное мы можем кушать, да, а человека кушать что? Нельзя, правда? Но все равно животное, оно обладает душой. Помните, мы говорили? Есть нефиш и есть нашама. И нужно уважать. Поэтому есть определенные вещи, которые нужно делать. То есть, гуманные способы забоя. То есть, убийство животное, оно как? Тоже, как бы сказать, необходимость, да? Необходимое зло. Почему? Потому что перед потоком, возможно, были такие растительные какие-то деревья или плоды, которые человек мог есть, да, и получать полноценное питание. После этого было разрешено есть животных. Значит, что-то произошло в природе. Поэтому те, которые заповеди выполняют, что тут нельзя есть ни теленка, ни козленка, ничего, да, это не Божьи заповеди. Но нельзя и умерщвлять животное только ради своей похоти и прихоти, да? Если посмотреть, в каких случаях умерщвлялись животные, там, когда необходимо было для того, чтобы человек получал полноценное питание. Запрещена охота, вы знаете, потому что здесь связано, как и убийство животное. Ради получения удовольствия. Нельзя получать удовольствие от убийства любого существа, какое бы оно ни было, даже комара. Правда? Но это не значит, что комаров не надо убивать. Правда? Надо иметь мудрость больше. А, кстати, интересная сцена в этом фильме про ангелов. Ну, можете посмотреть, как-нибудь, да, только не все. Этот стребует фильм определенной подготовки. Я не всеми вещами согласен в этом фильме. Вот, а там приходит сам сатана, короче, гуляет по Хиеву, заходит в ресторан, а в ресторане там аквариумы, кролики, да. Он говорит, ну, да, возьмите мне, приготовьте рагу из этого кролика. А это кролик, которого кормили все, в ресторане любили, да. И как из него приготовить? Потом говорит, из этого кролика можно, да. А из такого-то бычка, который там тетя Соня называла мишкой, кормила его, там все время, вот, вы кушаете, а вы это вы кушаете, это вы кушаете. Дело не в том, почему же тогда не убивает это животное, которое мы вместе? Потому что мы вложили в него часть своей любви, часть своей души, да. Но другое животное, оно, наверное, нас отвеченное. Оно просто существует, как животное. А теперь представьте себе, что если бы прекратили убивать этих бычков, то, наверное, эти бычки остались бы только в заповедниках, да и то в минимальном количестве, правда? Многие виды животных сейчас существуют только потому, что человек их разводит. Согласны? Поэтому тех животных, действительно, с которыми вы живете, в квартире, вы их и убиваете. Но говорить, что я не буду есть никаких животных, потому что бедному животному было больно, вот запрещены грубые виды убоя. Вот, например, раввины запретили, ну, этих, скотиков, да, из тюленей шкуры носить, знаете, такие вот всякие меховые. Почему? Потому что тюленят каким образом убивают? Просто вводят мужики, да, и бьют палкой. Это страшный, жестокий способ убийства. Чтобы вы понимали, что Тора проводит разность в этом. Да, и есть такая притча, которая записана в Вавилонском Талмуде, Бава Меция. Несчастья рабе Игуда Ганаси начались после его поступка и после его поступка прекратились. Однажды вели тюленка на убой. Подбежал тюленок к рабе Игуди, прижался к нему и жалобно замычал, словно прося о спасении. Сказал ему рабе, иди, иди, ты для этого создан. И сказали небес, нет в нем жалости, поэтому постигнут его беды. И так и случилось, обрушиваясь на мудреца несчастья и болезни, но прекратились благодаря другому поступку. Однажды служанка рабе Игуды убирала в доме. И, обнаружив выводок, только что появившись на свет мышат, она смела их в совок. Но рабе сказал, не мучай их, ибо написано, милосердие его на всех его созданиях. Это Тигелим 145.9. И тогда, сказано было с небес, милосерден он, смилуется над ним, и он излечится. Вот так. И если поступок рабе состоял в том, что он позволил зарезать тюленка, не в том, что он позволил зарезать тюленка, а в том, что не сочувствовал его боли. И в то время как Тора требует от людей быть милосердными даже к страдающим животным. Ну, а тем более люди. Вторая часть главы – это вопросы святости времени. Мы эту тему будем разбирать, когда будем говорить о еврейских праздниках. Немножко мы изучали еврейские праздники, правда? Здесь говорится о главных еврейских праздниках, которые называются «Какие праздники Господние?» И в какой главе об этом говорится? В 23 главе. И сколько этих праздников? Всем. Совершенно верно. Этих праздников – всем. И первый из этих праздников упоминается Шаббат. Шаббат – это самый часто, чаще всех праздник – 59 дней в году. Соблюдение Шаббата также является исполнением четвертой заповеди. И о каких двух вещах напоминает нам Шаббат? Запишите. О рабстве в Египте и о сотворении мира. Потому что второзаконие 5.16 и исход 20.11 они дают два толкования. Потому что мы были рабами в Египте, да? И пусть отдохнет всякий слуга твой и всякое домашнее животное твое. И другой, потому что есть Бог, творец мира. Он в шесть дней творил мир, да? И в седьмой день он сделал Шаббат. Вот это число 7 есть на протяжении всей Библии и символизирует полноту. Помните, мы говорили о субботнем годе, о юбилейном годе семь раз по семь плюс один и так далее. Семь дней творения, семь тысяч лет человеческой истории. И что означает для нас суббота, да? Это мир, прекращение всякой деятельности. И мы не должны заниматься деятельностью, которая связана с работой, дающей нам пропитание. Если у нас есть возможность такая, мы не должны выполнять свои прихоти. Помните, мы уже говорили об этом. Но если необходима работа для поддержания жизни, то приходится работать. И это день поклонения Господу. День поклонения Господу. Мы не навязываем никому субботу, но суббота – это очень хорошая вещь. Да? И еще шаббат направлен в будущее, потому что он пророчески указывает на то время, когда мы будем в постоянной полноте Божьего покоя с Иешуа. Об этом говорится в Новом Завете. Песах. Песах ходит в весенний цикл праздников. И помните, там несколько праздников, как бы объединенных в один праздник. Вначале говорится о Песахе, а потом о чем? О преснахах. И Песах должен праздноваться когда? 14-го Несана, да? Но ортодоксальные евреи, и мы празднуем какого числа? 15-го Несана. Почему 15-го Несана? Это день опресноков. Это был как раз тот день, когда был распят Иешуа Мессия, да? А 14-го Несана они праздновали Пасху, и у них была пасхальная жертва, но это была и подготовка к чему? К жертве Иешуа Мессия. И на третий день он воскрес по Писанию. И говорят, что он был в могиле три дня и три ночи, да? Но это не совсем точное понимание. Во счет ночей это была приписка, возможно, позднейшая. Но когда говорится о трех днях, то у евреев, как считается, если хотя бы прошел один час предыдущего дня, да, то это уже один день. Поэтому мы помним, да, и что было? Это было перед субботой, да, значит, за час до субботы это уже раз в день, вся суббота два, да, и еще час даже следующего дня и больше, и уже получается три дня. И праздник мацы опресноков длится семь дней, да, ничего квасного не ешьте в этот период. И мы помним, что, когда говорится о квасном, говорится прежде всего о чем? О хлебе квасном. Поэтому между караимами и ортодоксальным евреем была такая вот разница, что караимы, более строго подходившие к законам, они считали, что нельзя ничего квасного есть. Поэтому они не ели квашеную капусту. Вот и ставили ортодоксальные евреи вот то, что мы называем винегрет, да? Квашеная капуста, вареные буряки, кислые огурцы, все это резалось, это было блюдо на Писах. Если он был юридик, то есть караим, он этого не ел. Потому что все-таки считается, когда говорится об аквестниках, это прежде всего говорится о чем? О хлебе. И мы говорили, что закваска, даже маленькая закваска, портит все. И еще тоже говорил о закваске какой? Фарисейской, садукейской и иродовой закваске. То есть закваска эта находится не вне, а где? Внутри нашего сердца. Закваска фарисейская, это что есть? Законничество. Да? То есть что значит законничество? Законничество это то, когда мы не оказываем человеку милость. Но требуем от него соблюдения всех строгих законов. И зачастую требуем даже того, чего Бог не заповедовал. Но фарисеи требуя все правильно, они что делали? Сами не выполняли то, чего требовали. Поэтому с другой стороны закваска фарисейская это тогда, когда мы лицемерим и критикуем других за что-либо, а сами в этом что? Виноваты. Закваска саддукейская это рационализм. Рационализм. Потому что саддукеи не верили ни в ангелов, еще во многие вещи не верили. Это рационализм. Кстати, церкви протестантской очень рационализм да, вот это ее так болезнь. Болезнь да, с Рождества своего эта церковь была больна рационализмом. Потому что возникла протестантская церковь. В какой период? В период развития капитализма, накопления капитала и люди стали рациональными. И многие так говорили, что раз мы уже спасены да, и Иисус выкупил нас, значит, что нам теперь остается делать? Нам не нужно совершенствовать сами себя. И мы должны направить все дело на то, чтобы получать прибыль. Да? Вот это такое позволило, кстати, пуританам и американцам стать очень богатыми людьми. Но было потеряно духовное составляющее. Было потеряно духовное составляющее. Вот это саддукетская церковь. То есть люди не думают о духовном, они думают об этом дне, о том, что сделать для себя, или даже что сделать хорошо в церкви. Но прежде всего мы должны думать об изменении кого? Внутри самого себя. Потому что если мы изменим самого себя, тогда мы избежим и закваски фарисейской, потому что мы не будем критиковать другого за то, что в нас самих есть. Правда? Мы знаем, как трудно избавиться от этого порока. И мы не будем саддукейской закваской, которая, что все, ты уже спасен и можешь делать, что хочешь. Это крайне такое закваска. И еще закваска Иродова. Это что, говорят, секуляризация церкви. Что значит секуляризация? Церковь становится мирской. Церковь становится мирской. Следующий праздник это праздник первых плодов. И праздник первых плодов назван следующий день после субботы. Может быть, это следующий день после Песаха. Может быть, следующий день после субботы, который приходится в Песахе. И этот день есть воскрешение нашего еще Мессии. То есть, если мы говорим ортодоксальные евреи, что сейчас, какой праздник празднует? Караимы празднуют Пасху, да? Ортодоксальные евреи празднуют опресники, называя ее Пасхой. А христиане что празднуют? Праздник первых плодов, да? Или первого снопа. Да, потом начинается счет Амера. Счет Амера. И это праздник Шавуот. Праздник Шавуот это праздник дарования Торы. В Новом Завете это связывается с каким событием? Пятидесятница. Да, Пятидесятница это греческий эквивалент в Септуагинте, который касается Шавуота. И подобно тому, как была оторвана Тора с горы Синай, да, Дух Святой, даровал Церкви, и это говорят крещение Духом Святым. Затем Лето Господнее благоприятное, и какие три серьезных праздника? Три праздника связаны с судами. К сожалению, Церковь этих праздников не празднует. Я не могу понять, почему она не празднует, но есть какой-то там у них День Благодарения, чем-то немножко похожий на Суккот, но скорее праздник от американцев пришел, я так понял. Да? Но очень жаль, что не празднуют осенние праздники. Во-первых, это время суда, и каждый из нас должен подводить итоги, правда, своей жизни. Как вы думаете, верующий должен себя судить? еще больше, чем неверующий, правда? Зачем неверующий, чтобы судить? Дабы не быть осужденным с этим миром. И праздник Суккот, это, наконец, праздник прихода Мессии, да, праздник трупов. Это у нас связан с трублением, да, помните? Вот, и восхищение церкви. А? Ну, вот я скажу, шашашана, йом-ки-пур, это праздники суда, да, дни суда, судьи дни, йом-мим-на-равим, мы еще говорим, да, и последний праздник, потому что у меня осталась одна минута, может быть, уже и пленка закончилась, поэтому мне, я очень сейчас быстро говорю. И это уже праздник Суккот, и он уже говорит об окончательном разрешении еврейского и всех остальных вопросов, да? Когда еврейский вопрос разрешается таким образом, что Израиль в центре мира, в центре Израиля Иерусалим, и в центре Иерусалима Господь, да? Хорошо.